Привет, друзья! Ставьте лайк, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Во все времена люди занимались рыболовством. И сегодня производство морепродуктов остается не менее востребованным, чем тысячи лет тому назад. Особенно в этом преуспевает Китай. Рыбаки по 9 месяцев в году проводят в буквальном смысле на воде, не имея земли под ногами. И не потому, что сутками работают на суднах и лодках, а потому что живут в домах, которые плавают в море. Аквакультура Китая – одна из самых развитых в мире. Местные жители активно занимаются рыболовством в дельтах рек и прибрежных зонах, а за последние четверть века оно разрослось до промышленных масштабов. На долю этой страны приходится около 2-3 всего мирового производства морепродуктов. Интересный факт. Ежегодно Китай выращивает и вылавливает более 32 миллионов рыб, крабов, амаров. На юго-востоке Китая в провинции Фудзянь вот уже многие десятилетия в море вырастают целые плавающие города, где живут те, кто занимаются разными отраслями производства морепродуктов. Рыбаки строят небольшие ветхие хижины и домики. Порой материалом для них становится даже металлолом. В общей сложности плавучие плантации китайской провинции Фудзянь занимают практически всю территорию близлежащего залива. Жители плавающих деревень не только строят дома и обзаводятся рыболовецкими суднами, а и устанавливают сетки клетки для ловли прямо под местами своего обитания. Более того, создаются даже целые морепродуктовые хозяйства, например, фермы по выращиванию водорослей. Как оказалось, плавучие города Фудзянь стали не только крупным пунктом развития промышленного лова морепродуктов в Китае. Сооружения на воде своей масштабностью и неординарностью привлекли внимание и местных, и гостей провинции. Китайская морекультура обзавелась собственной туристической индустрией. Но у этой, казалось, во всем положительной деятельности китайцев, появилась и все больше дает о себе знать другая сторона. Столь активный вылов рыбы в регионе приводит к катастрофическому снижению их популяции. Особенно серьезная деятельность рыбаков сказывается на запасах ценных пород морских обитателей. Но и менее дорогие виды также не обходятся без внимания. Объемы производства все увеличиваются, а запрет на вылов рыбы в Китае действует всего лишь три месяца в году. За это время морские биоресурсы не успевают восполнять потери, а это значит, что рыболовство наносит непоправимый ущерб биоразнообразию морского мира этого региона. И пока, к сожалению, контролировать этот процесс и принять меры по восстановлению популяции рыб просто некому. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Остроумно. Странички в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании.